Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ю-ху! Не, а вот, вот, фиг знает, что это такое. 18 километров в час. Роман, ну, я понял, что на тебя можно положиться, да? В сложных ситуациях. А что, контрабандой никогда не занимался, что ли? Значит, что, ребята, было? Только что мы отправляли гонцов на границу за пивом. Что ты сделал для достижения результата, Роман? Ну, значит, у нас в Гамбии нигде не продается пиво. Я пошел в Сенегал без всяких вис и разрешений. В надежде, что в Сенегале будет пиво продаваться за границей. Там его тоже не продавалось. В общем, после этого я поехал, нашел местных на мотоцикле. И запряг их, чтобы они съездили. Договорился о цене. И они поехали нам купили пиво, привезли. И мы им не давали денег, но мы сказали, типа, вот ты коробку принес, внеси нам машину в Гамбию. Он, короче, эту коробку отнес, в машину нам поставил. Ребят, кто мне спит, можно мне? Заплатили и свалили, и все. Сейчас мы будем пить холодное пиво. Да, в теории мы ничего не нарушили. Нарушил чувак, который... Слав, ты тоже один? Ты там, номер три. Ну и ты подстрелк его, получается. Ну я, да. Вот такой вот, ты гвинейка на крик. Наконец-то мы едем по ней. Игорь, ну что, расскажи, как тебе граница? Как тебе Канакри, как тебе Бесау? А я скажу. Давай. Мне все нравится вообще. Мне нравится все. Давай покажем дорогу Канакри. Что мне не особо нравится, что, ну, и то как-то я, ну, как бы смирюсь с тем, что везде тебя пытаются развести. В большей или в меньшей степени. В разных странах пытаются развести по-разному. Вот как раз Гвинея Бесау до сегодняшнего утра у меня вызывало вообще одни сплошные положительные эмоции. И, наверное, так бы и осталось, если бы не это треклятое прохождение границы. При том, что сколько мы пересекали границ, ну, были какие-то сложности для разводки на въезде в страну. Но никак не на выезде. На выезде просто тебя выпинывают, бай-бай, и все. А тут нас совершенно не хотели выпускать. Причем разводка была крайне некрасивая. В том плане, что по границ нам уже поставил печати на выезд и выпустил. И в этот момент появился какой-то разводила, представился жандармом и сказал, что мы не заплатили за отель. А проблема в том, что мы просто не взяли квитанцию об оплате за отель. С нас спросили сначала, в каком отеле остановились мы. Вот в таком-то. И все, и началась разводка. Нас разводили два часа. Цена отеля выросла в три раза, пока нас разводили. И в нашу защиту хочу сказать, как часто вы берете квитанцию по оплате отеля, в котором живете. Так, когда вам не перед кем отчитываться, особенно в путешествии. Конечно, да. И особенно, если вам ее не дают. То есть, ну, вот именно сам подошел и взял. Сказал, что мне нужна квитанция. Ну, поэтому, короче, нас разводили, разводили. Вот это немножко подпортило. Ну, и то вот, не особо. Ну, мы часа два, наверное, потратили на выезд. По-точно, по-точно. Но, так как я сидел и копировал файлы, или что-то, поэтому... Я потратил два часа и несколько нервов. А Роман потратил время, деньги и свои нервы. А нервы, они потрепали изрядно. Вот перед нами граница Гвинеи-Бисау и Гвинеи. Вот выглядит она именно вот так. Вот этот вот самый знаменитый шлагбаум. Предупреждающий плакат. Вон, собственно, машины стоят за границей, в Квинеи-Бисау, на нейтральной территории. А вот, собственно, полицейский офис, где наши ребята опять что-то разруливают. Вот так вот полдня уходит на границу, на прохождение границ. Вот такая специфика африканская. Салам алейкум. Салам. Смотри, что у нас есть. У нас есть хлеб. У нас есть паштет, но паштет невозможно в машине есть. Я предлагаю вам пить хлеб. Возможно, есть паштет в машине. Согласен. И кофе возьмем, да? Еще бы. В смысле, как? Одноразовые бы стаканчики. А может, здесь пластик купим сейчас? Нет, я вот думаю, что вряд ли. Нет, понятно. Слушай, а вот смотри, какой паштет прикольный. Пять у вас я в конце. Патет. Патет, да? Патет. И вот это. Нет, вот, вот, паштет. Да, да, да. Да, да, да. Что это? Вот язык. Ага, ну, на английском так же, как я. Можно на русском разговаривать. Сардины нет. Нормально сардины. Почему что-то? Нормально сардины, рыбу. С виджей-то бывает. Нет, это сардина, масло. А вот смотри, еще. Вот паштет. Браво! Сколько берем? Шесть? Да. Каждому. Не будем портить вам впечатление о Гвинеи и Конокри. Показывать плохую дорогу не будем. Хотя после границы, это было сразу после границы 40 км, было ужасной дороги. Но Мерседес Красавчик проехал вообще без проблем. Красавчик! Да. Смотри, они даже построили мост временный для объезда. Молодцы. Кстати, железных дорог нет, а выглядит как будто, да, для железной дороги. Да. Железнодорожный мост. Но железных дорог нет, я не имею. Ручеек. Так, все, такси. А, да как там много сидит багажник? Конечно, полный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать человек. Двенадцать человек в машине. Плюс отюки. И вот такая дорога, в принципе. Вот по такой дороге мы ехали 40 км. Очень часто тут можно встретить такую штуку. Фиг знает, что это такое. На каждом поле вот такие вот штуки стоят. И непонятно, что это такое. Но че, че это? Просто какая-то кочка. Значит, вот началась такая дорога, грунтовая. Она ждет по ней, по оценкам местных жителей, 180 км. Че парни скажете? Мы кайфуем. Ветером шарю, а мы шпарим. Ну что, темнота близко. Мы проехали только 37 км по такой дороге. И впереди еще 150, 143. Вот такой вот быт. Гвинейцы в Конакрии продают бензин. В бутылочках литровых. Люди спят на улице. Мы покупаем пиво. Жарко, пипец. Пыль. Я мокрый. Еще плюс пыль мне, это жестко. Жесть вообще. Че, нету пива? Нету пива. Игорь, доброе утро. Доброе утро, ребята. И доброе утро, Роман. Ну что, как дела? Дела гораздо лучше, чем вчера. Вчера, я считаю, был самый... Ну, вот из тех дней. Вчера был шестой, по-моему, день. Или пятый? Нет, шестой. Шестой. День пребывания в Африке плавно перерос в седьмой. И день был самый насыщенный, беспонтовой тематикой. И при этом самой напряженной. В плане чего, что мы вчера день делали ничего, кроме как рулились на границе. И потом у нас весь оставшийся день ехали. И наш шестой день плавно перешел в седьмой день. То есть, мы доехали до этого славного отеля в полтретьего ночи. Практически в три. Да. Практически в три часа ночи. При том, что говорим, что мы по ночам не ездим. Но вариантов не было, потому что мы пошли через юг. Две дороги, как нам показало, мы практически одинаковые. Но мы выбрали юг, потому что там все местные ездят. И оказалось 180 километров грунтовой, непролазной дороги вообще, которая надо ехать не на Мерседесе, а в 124-м кузове. А просто на подготовленном крузаке, наверное. Там местные ездят непонятно на что. Просто на разваливающихся тачках всех заваренных. Наверное, вообще без подвески. Просто мчаться. Вот. Поэтому попав на эту дорогу, во сколько ром? На дорогу мы выехали в 4.30. Финишировали здесь в 2.20. Прикольно. 10 часов. Да, 10 часов мы ехали. 180 километров, да. Средняя скорость. 18 километров в час. Вот наш суперотель. Хилтон. 7 звезд. Значит, вот такой вот номер. Заходишь. Здесь зона отдыха. Чил, чил аут. Здесь собираются с друзьями все. Моют фрукты, овощи. Потом проходишь. Тут одна огромная кровать. Там спал Игорь, тут я. Вариантов нет. Вот этот номер стоил 350 тысяч гуинейских франков. Это примерно 36 евро. Нам без вариантов был. Это единственный отель после грунтовой дороги, который нам встретился. Мы в нем сразу становились. Самое, что интересное, здесь света работает до 6 утра. Это уже не первый отель в Африке, который именно так нас подставляет. Нет, просто мне непонятна логика людей. Вот идет у тебя ночь, да, и до 6 утра у тебя все работает. А потом с 6 утра и до часа дня ничего нет. Мы идем наверх, завтракаем. И у нас сколько? 270 километров, а, 259 километров, если быть абсолютно точно, до столицы этой славной страны, города Канакрей. Ю-ху. Первая заправка на нашем пути, где бензин стоит меньше доллара. 8 тысяч франков, это примерно 0,7 евро. Первый раз в Африке, да? Первый раз бензин стоит меньше евро. 0,7 евро примерно. Ну что, парни, расскажите, как вам Канакри? Как вас вчера Канакри Гвинея встретила? Вот после того, как нас Гвинея Би Сау славно проводила, то как раз пограничный борт... За 350 долларов. Да, за 350 долларов. Когда нас выпустили за 350 баксов, то как раз Гвинея Канакри нас очень радужно, радужно, не радужно, радужно встречала с мега тупым одним погранцом, дедусей, который просто, видимо, там родился, на этом переходе. И там же, видимо, и умрет. И молодой парень, очень адекватный, пограничник, веселый и очень общительный, который сначала деду мозги промывал и объяснял, что чувак, это нормальные визы, блин. Что ты до парней решил допариться? Потому что у нас же есть французскоговорящий, Игорь. Не этот, а другой, который в той машине. Поэтому он как раз и переводил нам, что говорит молодой. И мы весело смеялись и улыбались. А потом нам этот молодой очень долго и подробно объяснял, как нам нужно ехать. Смотрел на нашу машину оценивающим взглядом и говорил, сможем ли мы на ней проехать или нет. Причем это, это, этот оценивающий взгляд сразу Роману не понравился. И он с первого же момента говорил, ребята, если чувак говорит о том, что подгоните сюда машину, я на нее посмотрю и скажу, сможете вы там проехать или нет. Рома сразу говорил, что это полная херня, там ехать не надо, там дорога будет говно. Но у нас же только один умный у Рома, у нас же есть еще 5 других людей, которые сказали мне, все местные ездят здесь, нам два чувака так сказала, мы поедем этой же дорогой. И 180 километров в течение 10 часов мы ехали по такой говну. Просто по-другому не назвать. Что в итоге мы приехали в пол третьего в отель, который единственный на этой дороге между пограничным пунктом и Конакри, если ехать через юг, как мы ехали. Вот такие виды. Экваториальная часть Гвинеи и Конакри. Мы едем по югу, скоро выйдем к морю, надеюсь на это. К Атлантическому океану? Да, к Атлантическому океану. И через 250 километров должны быть в столице Конакри. Вроде дорога неплохая, может быть часа за 4 доедем. Кстати, хочу сказать, что Мерседес красавчик проехал вчера по таким этим, как ты это назывался? Хлябе небесное. По таким хлябем небесным, что просто... На кольце. Но у нас Мерс стал заниженный теперь. Он просел, жестко просел. Припарковали на старом рядом, нашли самый крутой отель в городе и приехали сюда кушать. Здесь пятизвездочный отель с прекрасным рестораном, с быстрым Wi-Fi, кондиционированным, с прекрасным бассейном. К сожалению, нам не подалось искупаться, но мы здорово отдохнули несколько часиков. И сейчас, так как у нас Игорь завтра улетает, и он улетает из совершенно другой страны, которая называется Сьерра-Леона, мы незамедлительно садимся в свои машины и едем в эту чудесную страну, ее столицу Фритал. Приключения только начинаются, нам надо ехать быстро, чтобы успеть до закрытия границы. Граница закроется через 2 часа, нам ехать не меньше полутора часов. Так что мы должны торопиться. Ребят, тут пробка. Как думаете, из-за чего? Из-за того, что нам навстречу приехало еще 3 ряда других машин по встречке. И теперь мы просто друг друга закрыли. И просто стоим. Это, бля, это я не знаю, я не знаю, как это назвать. Вот, смотрите. Вот, видите, нам навстречу стоят машины. Они просто шли по трассе, там впереди сломался грузовик, и они развернулись и поехали обратно. И теперь мы стоим 3 ряда навстречу друг другу. Вот такая вот вам конокри.